СПОРТ В этом упражнении важно высоко поднимать колени, работать руками и стараться смотреть перед собой. Следующее упражнение также позволяет нам развить координацию и натренировать стопорящий шаг, что позволит вам в игре обходить противников. Здесь нужно обратить внимание на четкость работы ног. Все упражнение работает на носочках. Также не забываем про руки и стараемся смотреть перед собой. Следующее упражнение также поможет вам развить вашу координацию, ловкость ног и позволит более устойчиво чувствовать себя на поле. Следующее упражнение также поможет развить свою координацию. Оно очень полезно для защитников. Посмотрим, как правильно занять стойку. Итак, корпус наклонен вперед, вес уходит на пятки. Смотрим вперед, руки перед собой расслаблены. Итак, движение начинается с задней ноги. Для того, чтобы правильно сделать захват в футболе, нужно выполнить несколько вещей. Во-первых, опустить ниже таз, потому что вся энергия для удара идет из таза. Во-вторых, наклонить корпус и, в-третьих, смотреть на то место, где ты будешь бить и сделать хороший захват. Вот так делается правильный захват. Для того, чтобы правильно помять мяч в мяч, в американском футболе нужно сложить руки большими пальцами вверх, то есть сделать такую ловушку. И тогда мяч в нее заходит. Это если мяч прилетает вам сверху, по верхнему радиусу. Если мяч прилетает снизу, вы слаживаете мяч мизинцами, мяч прилетает вам снизу. Точно так же словили, сложили под локоть. В нашей следующей программе мы вас познакомим с такими позициями, как футербэк, вайт-ресивер или по-другому принимающий, и раненбэк, это задний бегущий. И научим, как правильно держать мяч, как сделать быстрый и хороший пас, и как отбегать и переигрывать защитника на ногах. До скорой встречи. Пока!